Норвегия Норвегия была оккупирована немцами, и очутилась я в Норвегии в лагере восточных рабочих. Немцы у нас не охраняли, а охраняли Норвегии. И они к нам относились очень лояльно. Светлоглазый, белокурый, рослый, худощавый. Такой, знаете, скандинав. Он подошел к лагерю и стал спрашивать, что вам надо. Я говорю, ничего не надо. И он в следующий раз шел и принес коробку конфет. Говорю, ничего не надо. Ну и стали разговаривать. А потом приходил еще, он очень любопытный был. И все время он меня спрашивал, Сталин хороший или Сталин плохой? Что я ему могла ответить? Я говорю, не знаю. 9 мая закончилась война. Молодой человек подарил мне фотографию. Надпись была на трех языках. По-норвежски, немецки и английски. Одна и та же фраза. Я верю в любовь с первого взгляда. Я так посмотрела на эту надпись, ну, ухмельнулась и все. Никогда не думала, что это сыграет потом такую отвратительную роль в моей жизни. В конце 49-го года к нам пришли когибисты. Книги полистали туда-сюда, альбомы залезли. Вот увидели эту фотографию на иностранном языке, написано. И все. Говори, говори. Все нужно говорить. Мы должны все знать. Я говорю, да никакого пароля. Он опять матом и этой фотографией. Что это за пароли, кому я должна была передать? Вызывали по ночам. С двух часов и до шести. Там с трех до пяти. Не давали спать. Вот это была пытка. И так вот в течение восьми месяцев почти. Ни следствия особого, ни судьи, ни адвоката, а просто следователь. Дали бумажку. Ознакомьтесь. Там было написано, в связи с тем, что у вас статья 58.1а, по-моему, это измена родине, 10 лет особое совмещание. Была швейная фабрика громадная. Белье воинское шили руками. Вот надо было проводить ткань. Прошивали в себя пальцы. Засыпая прямо совершенно. Были 16-летние, 18-летние девчонки. Жалко их было. Я была уже постарше. Мне уже было 23-й год. Но все равно 23-й. Представляете? Настолько было и морально тяжело. Первое время, особенно пока я не получила письмо из дома, я не знала ничего. Где ребенок? Где мама? Где муж? Одно письмо я имела право за полгода ответить. И вот они все в недоумении были. Где я? Почему не отвечаю? Я просто на Казанский приехала, взяла такси. И когда я в такси села, то водитель ехал, я сидела сзади, он так смотрел. Потом говорил, вы из лагеря? Я говорю, да, откуда вы знаете? Я уже знаете, какого человека везу? Не первого. Уже, наверное, штамп был такой. Уже он видел. Я не знаю, как выбрать слово, подходящее досадою. У меня досада, что люди не знают правды до сих пор. Вот понимаете? Вот когда слушаешь, даже Зюганов говорит, когда ему говорят, что вот было такое время-то, он говорит, подумаешь, там несколько тысяч там было арестованных. Но когда мы знаем, что это были миллионы, и что до сих пор и в Бутово, и в коммунарке лежат расстрелянные безвинные люди, и мы это знаем, как я могу воспринимать это, я должна восхвалять и считать Сталина менеджером прекрасным. Я не могу. У меня не поворачивается ни язык, ни мысль, не знаю. Мне многое не нравится, то, что, несмотря на гласность, казалось бы, на все, за ерунду, за какую-то, вдруг привлекают, дают статью, отправляют. Не нравится. Я сразу возвращаюсь мыслями и с ужасом думаю, что не дай Бог, не дай Бог, чтобы не вернулось это время. Не дай Бог. И думаю, Господи, хоть бы моим внуком, правнуком жить в стране нормальной. Просто молю Бога. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok